Более 12 часов продолжались обыски в отделениях Интертелекома. Все это время сотрудники СБУ не пускали никого в здание, а также не выпускали сотрудников Интертелекома. Надо сказать, что также была вынесена техника, серверы, а также документы, которые принадлежат Интертелекому. Мы присутствовали в этот момент, и сотрудники СБУ перекрыли вход, проезд во внутренние дворы, а также помешали нам заснять то, как это происходит. Вот сейчас мы видим, что машина заблокировала вход, также сейчас сотрудники СБУ перекрыли нам видимость. Мы не можем подойти, подснять прямо, что сейчас происходит. Но я могу сказать, что мне отсюда видно, что забирают технику, изымают документы. Сейчас попробую подойти ближе и попытаюсь пообщаться. Скажите, что сейчас происходит? Сейчас молчат, поэтому я возьму у оператора камеру и попробую сама заснять. К сожалению, он не сможет сюда пройти из-за машины. К сожалению, он не сможет сюда пройти из-за машины. Вот закрыли все картоны. Пытаются сделать так, чтобы мы не смогли снять. Мы имеем право, телевидение. Как мне передвинуться? Тут картоном все закрыли, понимаете? Все картоном закрыли. Все, давайте. Давайте. Аккуратно возьмите. Следственные действия связаны с тем, что есть решение суда, которое дает право на обыски в зданиях. Это связано с тем, что Интертелеком подозревают фактически шпионажи в пользу России. Есть данные, якобы Интертелеком прослушивает абонентов и все данные пересылают в Российскую Федерацию. В этом деле, конечно, много вопросов. Много вопросов, почему проводится обыска. Имеется как бы право, мы понимаем, что право для проведения обысков у следователей есть. Но основания для этого и мотивы, они под вопросом. Будем ждать окончания следственных действий. Нас туда не допустили, естественно. Будем ждать окончания следственных действий для того, чтобы ознакомиться с теми материалами, которые имеются, которые будут предоставлены. И тогда уже принимать решения по дальнейшим нашим действиям. Я хотел бы обратиться к президенту Украины, генеральному прокурору и начальнику службы безопасности Украины. Мы предоставили полный доступ экспертам, которые прибыли совместно с представителем службы безопасности, ко всем системам, ко всем файлам, ко всем серверам, ко всем консолям. То есть имеется возможность получить исчерпающую информацию для того, чтобы провести предварительное следствие и оценить, ну скажем так, наличие фактов, которые изложены в этом судебном решении. На данный момент есть информация, что связь интертелекома отключать не будут, однако отключили интернет. Это может привести к тому, что интернета не будет более чем миллиона человек. Все это время здесь работали Анна Граденцева, Владимир и ужещий телеканал «Репортер».